Здравствуйте! Сегодня мы обсуждаем термин рекурсия. Сегодня мы в гостях у Юлии Бамштейн, а Юлия Бамштейн в гостях у нас. Хочу прежде всего представить Юлю. Это человек-слова. И это человек-слова в том смысле, что она обучает в том числе и айтишников правильно разговаривать, правильно делать презентации, обладает кучей soft skill навыков и, возможно, поделится чем-то, что я еще не представил в ее представлении. Юля, расскажи, какое отношение ты имеешь к айти? Сразу, да, не в бровь, а в глаз. Хороший вопрос. Это те ребята, с которыми я работаю. Это часть моей целевой аудитории как в корпоративном формате, так и в индивидуальной работе, потому что, наверное, ты не понаслышке знаешь, что айтишники сейчас стали много выступать. Есть очень много разных конференций разного уровня, как глубоко профессиональных, так и лайтовых, можно сказать, где ребята просто рассказывают, почему блокчейн это круто и как это работает, например. Соответственно, появилась потребность делать это грамотно, делать это профессионально. Особенно амбициозные ребята делают это вообще своим супер навыком и конкурентным преимуществом. Ну вот здесь где-то я выхожу на арену, вот где-то в этом месте. Ты работаешь в основном с топами айти компаний или с рядовыми разработчиками тоже? И есть ли разница? Хороший вопрос. Я не могу сказать, что я работаю с топами, только с топами айти компаний, потому что интереснее, если честно, как раз видеть динамику и у среднего разработчика, тестировщика, неважно. Амбиция это сильна, сильнее, наверное, в моем опыте. То есть, человек, когда сначала идет просто на внутреннюю конференцию, на какой-то внутренний метап выступает, на внутреннем метапе у себя в компании, потом он такой, ой, хочу дальше, ой, а еще можно вот туда, а можно на хайлоуд куда-нибудь, а можно на кодефест, а можно там еще куда-то, то и я вместе с ним, и мне кажется, что вот этот рост, ну, эта динамика виднее. У топов просто запрос немножко другой обычно. Это уже не просто презентационные навыки, не как хорошо выступить. Ну, обычно ребята, которые уже топы, они, у них все нормально с речью, они хорошо говорят, они понимают, что они хотят сказать, у них с этим все нормально. Там немножко другого уровня запрос, немножко про другое больше. Ну, я не могу не спросить, а про что? Там как раз про то, что ты чуть-чуть не досказал в моем представлении, это навыки диалоговой речи. То есть, обычно у ребят уровня топ есть запрос на грамотную, грамотную, умение грамотно поддерживать беседу. То есть, это не переговоры в чистом виде, это именно диалоговая речь, умение вовремя задать вопрос, знать, как ответить на вопрос, умение подсветить нужный, нужный для тебя момент, пользоваться фокусом языка. То есть, это уже больше, ну, в чем разница, если коротко, да, презентация, когда человек делает презентацию, это монологовая речь, он говорит один, возможно, он потом отвечает на вопрос, а возможно, и нет этой опции на конференции, например. То диалоговая речь, это ты точно не один в коммуникации, ты не знаешь, куда она повернет. В какой момент я могу сказать, слушай, что-то бред какой-то несешь, давай к делу, когда тут будет что-то интересное. И не потеряться в этой ситуации, и не уйти в негатив, вот такого уровня задачи уже у топов. И это тоже интересные кейсы, ну, другие, просто другие. А в чем чаще всего прокалываются, скажем так, рядовые айтишники-разработчики, и какой именно навык им приходится прокачивать чаще всего? Ну, ребята очень любят свое дело. Ну, то есть, те ребята, которые, у которых возникает вот потребность выступать, которые обращаются к тренерам, коучам по презентационным навыкам, они любят свое дело. Ну, соответственно, когда они выходят, то есть, им кажется, что тут все важно, все нужно, каждая деталь, каждая какая-то фича, то есть, все это вот прям не могу не сказать. Ну, это не так. Обычно это бывает не так, потому что на конференции не все в теме, а еще и узкие темы. Ну, ты знаешь, да, направления бывают очень узкие, это вот работает в каком-то вот таком формате, а дальше не очевидно и не факт, что вообще это будет работать где-то. Вот, и основной затык, что ли, основная проблема, это когда хочется детально и все, чтобы вот досконально рассказать, а это не всегда бывает необходимо. То есть, насколько я понял, самый-самый сложный запрос, это человеку хочется рассказать про все и сразу, и необходимо помочь ему сделать четкий фокус на конкретную фичу, которую он презентует. Да, да, то есть, я бы даже так сказала. Бывает, действительно нужно рассказать детали, бывает, за этим мы пришли, но ты никогда не знаешь, кто сидит в зале, и чем отличается профессиональный спикер именно, специалист-спикер. Ты умеешь делать руками, это одно, но потом рассказать это другим, как ты это сделал, это другое. А понять вот конкретно этой аудитории, вот этим там 20 людям, которые пришли и сейчас конкретно сидят, это какого уровня вообще люди, и понять это в процессе выступления уже, это вообще третий навык. Понимаешь, да, какая гибкость должна быть, то есть, ты как-то должен представиться, начать говорить, в какой-то момент задать, видимо, вопрос, интерактив, может быть, риторический вопрос, вопрос, закрытый в аудиторию, и по маркерам понять, а вообще здесь про что люди. А может быть, просто ожидание собрать, сказать, ребят, тут у меня есть план выступления, он вот примерно вот такой. Готов отступать от него в ту сторону, в которую вам интересно, только скажите, в какую. И это уровень свободы должен быть у человека высокий очень, именно степеней свободы в выступлениях. Тогда да, тогда ты срабатываешь на вот эту аудиторию так, как нужно. Нужны детали, окей, я готов к детали, но если не нужны детали, то я тоже могу крупными мазками объяснить причинно-следственные связи, почему мы делаем так и почему это работает вот в таком виде, наверное, вот так. Я несколько раз, будучи на конференциях, видел такую вещь, что докладчик обращается в зал и спрашивает, есть ли среди присутствующих разработчики на SQL-сервере? Ну, потому что доклад, тема доклада из SQL-сервера, и вдруг внезапно из всего зала руку поднимаю я. И весь зал это сколько? Ну, весь зал человек сто, да. И вдруг видно, что докладчик в полном замешательстве. Вот. Надо ли как-то докладчику специально готовиться к такой ситуации? Что он делал? Давай сначала тебя спрошу, вот в том конкретном случае, что он сделал? Он стал делать чуть менее глубокий доклад, он стал больше делать фокус на то, в каких случаях что он будет делать. И говорил примерно следующее. Если в вашей работе случится такая ситуация, то вам поможет вот такая вот фича SQL-сервера. Она работает примерно так. У меня тут на объяснение запланировано 10 слайдов, но я вам последний покажу, результат будет такой. То есть он сильно-сильно стал упускать детали. Вот мне интересно, надо ли, ну, допустим, мне как будущему докладчику на каких-то конференциях, готовиться к тому, что внезапно аудитория окажется не та, на которую я рассчитываю? Что с этим делать? Это высший пилотаж, ты понимаешь, да, что это, конечно, надо. Более того, нужно готовиться не только к ситуации, что аудитория вдруг оказалась незнакома с предметом, но и к ситуации, там, запланировано 30 минут на выступление, а вдруг 15. Или, а вдруг сказали, Дима, спасай, выручай, спикер не пришел до тебя или после тебя живот разболелся, он не может выйти, вот у тебя час. А у тебя по факту слайдов там на 20 минут, ну, на 30 минут, например. Ну, то есть масштабирование своей темы в плюс и в минус, вот к этому, ну, первое, с чем готовиться, имеет смысл точно заранее, понимать, а что если, что если мне отсекут время, до меня спикер разошелся, ты, я думаю, знаком с такими ситуациями, они не раз случались, проблема тайминга, она есть. Что если у меня сильно меньше времени, чем я планировала, или сильно больше времени, чем я планировала, это точно, ну, то есть в моменте сориентироваться очень сложно бывает. Это то, к чему нужно готовиться заранее. И, да, ситуация, когда вдруг я рассчитывал так, а пришло там, а народ вообще не в теме, да, к этому тоже имеет смысл готовиться. Но единственное, что я бы, конечно, я здесь больше за такой, знаешь, прагматичный, может быть, даже не прагматичный, а как это сказать, такой дотошный разговор с организаторами до выступления, начиная с того, будет ли сцена, ну, я имею в виду плоская ли поверхность, или я буду стоять на пьедестале, на сцене, будет ли у меня петличка, или у меня в руках микрофон, будет ли у меня кликер в руках, или кто-то листает слайды. А слайды большим экраном прямо сзади меня, или это два телевизора, две плазмы по краям. Ну, то есть вот эти все детали, кажется, что, ну, какая разница, но я тысячу раз видела, правда, тысячу раз, когда хорошие выступления, подготовленные выступления сливались, просто потому, что вдруг оказалось, что проектор висит здесь, а провод там, а переходника нет, а я пришел с Маком, а кликер на Мак не работает, и вот это вот все, ну, как будто бы несерьезно. Поэтому вот эти вещи на берегу я спрашиваю, а кто те люди, а из каких компаний, ну, то есть я понимаю, если я, например, выступаю в параллели с другим спикером, ну, бывает, да, за параллельные выступления, скорее всего, кто придет, кого приглашали. Конечно, никто никогда не скажет, что вот никто тебе ничего обещать не может, но представление иметь вообще про что можно. Если ты понимаешь, что это сборная солянка, как на Кудэфесте, да, там тысячи человек приходят, кто куда там ходит, никто не знает, ну, тогда, может быть, и детально не имеет смысл, но точно никто не захочет. То есть я бы, знаешь, как делала, я бы делала крючок, ну, то есть я бы, важно за 20 минут выступления дать понять, что я экспертна, ну, то есть я в этом понимаю, но прямо вот здесь доказывать свою экспертность в эти 20 минут я бы не стала. Я бы какие-то такие вопросы полуриторически оставила, чтобы либо спросили потом после выступления, либо догнали меня в кофе-брейки, либо ребята делают зоны для обсуждения, да, очень хорошая тема такая. Вот как-то так. Интересно, ты вот буквально 30 секунд назад упоминала такую вещь, как слайды. Мои любимые. Да, вот, и, соответственно, у меня вопрос. Сразу два задам, так вот, дуплетом. Первый, можно ли выступать и сделать бомбическое выступление вообще без слайдов? И есть ли какие-то сейчас современные, возможно, альтернативные форматы, когда что-то есть, но это не слайды? Выступление с реквизитом, да, когда ты из кармана достаешь что-то и... С каким было ли такое у айтишников? Ну, слушай, ну, если мы говорим про айтишников, и ты имеешь в виду разработчиков или ребят, которые вот рассказывают алгоритмы, про алгоритмы, как они работают, там, тестировщики, то там львиную долю слайдов занимают скрины из программ. Ну, если быть честными, да, ребята выделяют, показывают, и именно в этом и соль выступления. Я думаю, не обойтись без слайдов в таком случае. Но бывают выступления на конференциях, на айтишных конференциях, когда это смежные темы, когда это не прям вот там рассматривают алгоритмы или как работает та или иная программа. Наверное, можно это сделать. Лично я сейчас какого-то бомбического выступления без слайдов не вспомню. Именно айтишные, если мы говорим про айтишников, да. Наверное, я не вспомню, но я вспоминаю слайды рисованные, например. Когда девушка из айти-компании крупной достаточно рассказывала про, как они запускают федеральные магазины, и она рисовала слайды. Она куратор по Сибирскому федеральному округу, запускает магазины во всех крупных городах. И она делала рисованные слайды своего маршрута. Ну, то есть, когда мы начали думать, чем она может отличаться от других спикеров, что может быть ее фишечкой, к чему она готова морально, что немаловажно, да. А стало понятно, что она когда-то рисовала давно, и вот, может быть, там, не супер хорошо, но вот как-то бы она попробовала. И она сделала такой путь Масяни. Потому что мультик прекрасный про Масяню. И вот всем стало понятно, ее Машу звали, и она такой путь. И вот всякие словечки из этого мультика или похожие выражения. То есть, это не выглядело как вот прям слайд, это выглядело как такой комикс. И это было хорошо. И это было интересно и достаточно продаваемо, на мой взгляд. Любопытно. У меня сейчас появилась, вот прям сию секунду, появилась маленькая идея. Ты уже говорила, что частенько у спикеров бывает проблема с таймингом. А что, если презентацию или еще что-то записать в виде видео, которое все равно будет идти, хочешь ты или нет? Тогда, получается, тебе будет легче уложиться в тайминг, и можно на экране показать не просто статичные слайды, но какое-то движение. Такое было в твоем опыте? Видео выступление? Да. Заранее записанного? Да, когда сзади вместо слайдов идет видео, а человек рассказывает, о чем оно или что-то такое. Слушай, ну у меня, конечно, сразу ассоциация с печекучей форматом, когда сзади слайды переключаются автоматически через каждые 20 секунд, и у тебя нет вообще никакого шанса уйти по последнему слову, да, или где-то зависнуть на каком-то слайде. Может быть, да, но вот эти, знаешь, технические проблемы, которые случаются практически всегда, как бы человек ни репетировал, всегда есть момент, когда что-то отвалится, и что-то подзависнет в начале или еще что-то. Я думаю, будут для спикера таким моментом нервозности, тревожности. Но автоматически, например, слайды, чтобы переключались. А у нас есть такой формат тоже с айтишниками одной компании, когда есть тайминг, и понятно, что это онлайн проходит сейчас по понятным причинам. Есть ощущение того, что больше полутора часов навряд ли люди будут внимательно слушать, да, и полтора часа-то это уже не совсем гуманно, на мой взгляд. Вот, но есть спикеры, у них есть конкретное время, чтобы они не выходили, слайды переключаются автоматически. Хорошо работает. Конечно, эта подготовка нужна на одну минуту такого выступления, один час подготовки примерно. Ого. Да, да. То есть, если хочется, чтобы вот эти 6 минут 20 секунд прошли феерично на одном дыхании, ну, то есть, для меня что важно? Для меня важно, чтобы у человека это выступление стало каким-то базовым, успешным. Потому что, когда есть базовое успешное выступление, есть вот эта память, что я это хорошо уже тогда сделал, у меня есть этот опыт, я сорвал аплодисменты, кучу оваций, и сам собой доволен, внутреннее ощущение, что я молодец, оно есть. Все. Следующее выступление с высокой долей вероятности, человек будет к этому относиться, как к некому такому адреналиновому допуску, когда я пойду выступать, да, я боюсь, но я хочу. И когда вот это хочу перевешивает, боюсь, возникает тогда, когда есть положительный опыт. А он есть, когда, ну, его нужно себе сделать изначально, да, поэтому тренер, поэтому тайминг, поэтому максимальная автоматизация тех моментов, которые могут слиться или слить презентацию, вот, да. Кстати, хочу небольшую такую заметку сделать. На конференции DotFest, которая проходила в онлайне, все организаторы были очень сильно довольны, когда они стали по окончании выступления, это все было в онлайне, пускать вот те самые аплодисменты. Это такая, понятно, виртуальная, но хотя бы какая-то обратная связь. Да, просто звук ладошек, это было бомбически. И еще ты несколько раз упоминала какие-то магические 6 минут, сколько-то секунд. Возможно, это и есть та самая печа куча. Я думаю, что, может быть, не все знают, что это такое. Давай небольшую врезку такую сделаем. Расскажи, что такое печа куча? Печа куча – это формат выступлений, который был придуман в Японии изначально для дизайнеров. Как вы понимаете, люди, имеющие склонность уходить по последнему слову и долго объяснять, что же тут на самом деле. Так вот, формат, в который заложено автоматическое переключение слайдов через каждые 20 секунд. То есть у вас есть 20 слайдов по 20 секунд. Общее выступление 6.40, получается. И вашу мысль, идею, какое-то предложение, опыт ваш, вы рассказываете вот за это время. Вы выходите, автоматически включаются слайды, и вы рассказываете, не обращая внимания на то, что сзади вас. Соответственно, понятно, что мысль должна быть конгруентно соответствовать тому, что у вас на слайдах. Я думаю, что у этого формата есть еще один большой плюс, который заключается в том, что если таких выступлений, в день выступления или в вечер выступления, допустим, в компании происходит несколько, и вдруг, абсолютно случайно, такое редко бывает, но одно из них не удалось или оказалось неинтересным, то это неинтересное выступление займет всего 6 минут и чуть-чуть секунд. Соответственно, зрители потерпят и будут ждать следующего. У нас есть маленькая традиция, это вопрос из зала. Александр. Привет, Юля, спасибо за интересный разговор. Я бы хотел больше узнать про некоторые совершенно необычные случаи из твоей практики. Какие спикеры бывали, какие доклады они делали, что тебе такое запомнилось? Не в брови, а в глаз, конечно, да? Мне очень запоминаются метафоры. Почему я люблю работать с айтишниками? Ну, потому что моя задача увидеть по человеку, что его дровит, чего он точно бы... Ну, что он точно... Про что ему точно хочется рассказать, нравится говорить, а про что он, ну, чуть менее, может быть, экспертен и не готов, хотя вроде бы надо, и вот эта вот внутри борьба идет, и вот моя задача как коуча, как тренера заметить вот это вот, а про что интересно, и туда побольше вопросов, и тогда человек раскрывается и начинает говорить совсем из другого состояния, то есть он начинает просто говорить по-другому. Так вот, инструмент, который работает в данном случае лучше всего, это метафоры. Это когда я говорю, ну, прикидываюсь, а где-то и не прикидываюсь, и говорю, слушай, ну, я, конечно, вроде не глупая девушка, да, но ничего не понимаю. Вот ты мне сейчас что-то говоришь, как работает алгоритм, как вы настраивали какую-то сеть там у себя, как вы там чат-бота писали, чтобы он вот в компании кто-то делал, что-то еще. Вот это как что? Вот это как что? А, или там мы раньше покупали у вендора какой-то там портфель, да, сейчас решили, там, он там чем-то неудобен, да, теперь делаем его сами, пишем его сами. Я говорю, смысл какой, помимо того, что деньги экономите? Он такой, ну, как же, это же, и начинает в деталях что-то говорить мне, какие-то там сигналы подавать на английском обычно. Я такая, это как что? Это что вот? И когда человек мне, например, говорит, слушай, ну, это знаешь, вот как жить на съемной квартире, то есть ты живешь на съемной квартире, вроде бы все нормально, да, но ты там шкаф не можешь притащить, какую хочешь картину, вбить не можешь свою, даже животное не можешь привезти, ну, потому что хозяин против обычно. Вот когда, как после съемной, переехать в свою квартиру и стены покрасить в свой цвет, и постелить, там, ковер какой-то свой любимый, и поставить столик, как ты хочешь, и даже из балкона сделать теплую зону, там, где такую микротеррасу, все. И я вижу, что, я даже могу, если честно, не до конца понимать и слушать, что он говорит, но я вижу, что он поймал эту метафору, что вот лично он, конкретно он, понимает про что, это вот как сойти там с инструмента вендора на свой, это как съехать с съемной квартиры в свою, и дальше он проводит аналогии, там, перепланировка, да, стены можно так сделать, и это будет очень сложно, а можно вот так вот делать, так же и мы, мы можем вот так переписать эти алгоритмы, и это будет трудоемко, и, а можем вот так вот обойти. И дальше он в деталях объясняет, и наверняка его друзья его понимают, что он имеет в виду, но его, кроме этого, понимают еще маркетологи, и чары, и пиарщики, и подающие надежды на разработчиков, ребята, ну, то есть, и я в том числе, где-то там, и я тоже. И это клево, это круто. Вот когда метафора, вот, например, со съемной квартирой, я вспомнила, мне очень понравился тогда заход, вот, были варианты, когда сравнивали работу там с симфоническим оркестром, например, когда есть отдельно тромбон, барабан, там, гитара. И все из-под палки, да? Да, и какая-то, если они одновременно заиграют, то будет какая-то какафония, да, что-то будет в ушах. А вот если появляется дирижер, который управляет этим процессом и говорит, когда кому играть, точно так же, как мы вот пишем, и зачем нужен там тимлид, да, или там, ну, когда человек объясняет бизнес-структуру, бизнес-схему, и он приводит такую аналогию или метафору, я, конечно, это вот мой, мое счастье и радость. Про метафоры я вспомнил, есть одна очень удачная метафора на неудачную метафору. Неудачная метафора – это как котенок с дверцей. С дверцей? Или в дверце? С дверцей. Тут мы вовращаемся к истинам. Это есть удачный пример, неудачная метафора. Когда непонятно, да, что хочется сказать. Вообще непонятно, что это такое. Да, 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 это, кстати, да, или когда просто иллюстрация проходит, не путать метафору с иллюстрацией, когда человек говорит, вот, ну, например, да, вот, там, сахар у него в руках был, но я еще говорю, очень часто говорю, если это выступление оффлайн, было раньше, я говорю, очень хорошо, когда из-за подручных материалов, там, бейджик у вас, маркер, кофе какой-то, стаканчик, да, сахар, ну, то есть то, что вот здесь есть, вы можете прям подойти к столу и сказать, вы знаете, вот наша там, наша бизнес-процессия – это как этот сахар, да, и вот там кидаешь, и там, вот, какая кружка слаще. И когда это ни о чем людям не говорит, просто, ну, это просто иллюстрация, когда он просто кинул, очевидно, что здесь слаще, и он такой, ну, вот, так же и у нас. Ну, в смысле, непонятно, так же и у нас. Да, он что-то сделал, как кажется, что сейчас вот какой-то эффект вау, и все такие, вот, где же, где же, а, не в этот раз. И это, конечно, ну, это хорошо, что попробовал. Я всегда говорю, что это нужно до этого как-то все равно, нужно дорасти, если это не встроено у вас с рождения, если у человека этого нет с рождения, то до этого нужно дойти. А можно еще один вопрос? Давай. Какие-нибудь довольные клиенты как-то тебя особым образом благодарили? Ну, только цветы. Цветы, когда после тренинга мне приносят, если это корпоративный тренинг, это вот в Москве было, в Питере, в Питере особенно компания была, я не помню, айтишная она или нет, но неважно, да, это, да, цветы, или когда я индивидуально с кем-то поработала, и ребята на события, обычно меня приглашают, когда человек выступает и потом просит обратную связь. Если не приглашают, я сама прихожу, понимаете? Ну, потому что мне кажется, что это как будто не закрытый гештальт, что-то позанимались, поделали, человек время, деньги вложил в это, да, а после, ну, либо запись я прошу прислать, ну, идеально, конечно, если я здесь же в моменте говорю, вот здесь был красавец, вот здесь прям хорошо, вот это, вот это, посмотри, как ты это уже делаешь, в следующий раз вот здесь еще чуть-чуть дотянуть, и вообще огонь будет, ну, вот, ну, к примеру, да, и это цветы на мероприятии, это, наверное, да. А, нет, ну, пожалуйста, мне один раз украшения же подарили, мне подарили колье и серьги, у меня уши не проколоты, вот там серьги ушли дочери, но, да, это, ну, это приятно, потому что авторская работа, ну, видно по коробочке, да, что это хендмейт, а я люблю такие штучки, ну, вряд ли ребята это знали, но попали прям чётенько, ну, и, конечно, это приятно, да. Ну, поэтому профессия, как вы понимаете, не только интересная, но и полезная. Я знаю, что многие айтишники очень любят автомобиль Тесла, у тебя, наверное, тоже немножко Тесла? Ударный же пояс сразу. Ну, он просто знает, понимаете, что у меня есть мечта. Пока у меня тоже электрокар, и там это лучшее, что было в моей жизни из техники, помимо блендера. Не считать, если блендер. Ну, да, у меня электрокар, и в Новосибирске это спорный момент, как вы понимаете, но, тем не менее, я очень довольна. Ну, от Новосибирска до Академгородка хватает? Не всегда. Если это не ниже минус 20, то хватает. Если ниже 20, то до Речного и обратно. А там уже... Ну, то есть есть небольшие нюансы. Есть, да, всё отлично, но есть нюансы. Да, да. Ну, по Академгородку точно хватает. Хватает на то, чтобы съездить по каким-то там делам на консультацию. Ну, я живу чуть-чуть вне Академгородка. Вот, поэтому хватает, чтобы доехать на консультацию. Хватает, чтобы детей отвезти в школу, например, в магазин куда-то ещё и обратно. Да. Ну, и традиционный вопрос ко всем нашим знаменитостям. Это каковы ваши творческие планы? Выпустить альбом. Этот, который пишет, новый диск. Я ожидаю книгу. Да, но нет. Слушай, хороший вопрос. Немножко меняю я свой фокус в деятельности. Я почти 10 лет занимаюсь презентационными навыками, корпоративные тренинги, индивидуальное консультирование. Сейчас двигаюсь в сторону, может быть, больше коучинга. Когда будет следующая печекуча, Сайн Слэм или ещё что-нибудь? Ну, да, будет Сайн Слэм. Давай сейчас объявим. Что такое Сайн Слэм? Тут скоро будет очередное мероприятие, которое состоится в том числе благодаря Юле. Мероприятие называется? Сайн Слэм. Патологический Сайн Слэм будет в этот раз. Что это? Да, да, почему патологический? Вообще Сайн Слэм – это научные бои. Мы в основном про IT аудиторию говорили сегодня, но в равных долях как айтишники, так и учёные, моя целевая аудитория. В большей степени Сайн Слэм – это формат выступлений, когда в баре пятеро учёных неформально, с метафорами, с историческими вопросами, с реквизитом зачастую рассказывают о том, чем они занимаются в лабораториях, куда идут деньги налогоплательщиков, когда они идут на науку, что там вообще происходит. После этого народ им хлопает, и по уровню аплодисментов выявляется победитель. Есть специальный прибор, шумомер, приглашает специальная лаборатория, которая занимается определением, измерением шума, они меряют специальным прибором уровень аплодисментов, и потом победители получают такие боксёрские перчатки большие, как такой Слэм – это бой, как победитель в научном бою. Так вот, в ближайшее время, это, по-моему, 21 октября, сейчас дату утверждается, но это 21 октября, скорее всего, мы будем делать такой научный бой среди, внимание, учёных-медиков, которые занимаются, изучают патологии. Поэтому Слэм я называю патологический Слэм. Это будет федеральная, но в том плане, что учёные будут приезжать из разных городов, пятеро из них, ну, понятно, что предварительно я с ними занимаюсь, то есть мой вклад-то здесь какой? Помимо того, что я организатор и куратор в Новосибирске этого мероприятия, я тренер, то есть я беру, говорю про что, что, что. Всё, выявляю суть, потом эту суть, мы из неё делаем 10 минут, 50% шоу, 50% науки. И выглядит это обычно очень интересно и, ну, живо на сцене. Так что я, на самом деле, не знаю, будет ли онлайн-трансляция. Мы обычно делаем, но в этот раз, правда, пока нет этой информации, поэтому вдруг кто-то очно решит приехать, 21 октября это будет Red Rabbit в Академгородке, который патологический Сайенс Лэм с ребятами, изучающих генетические патологии обычно, медицинские аномалии. А вот будешь спросить о патолога-анатологическом? Слушай, я знаю, что у нас в городе 5 патолога-анатомов, это кровно по количеству слэмеров на Сайенс Лэме, но пока хорошая идея, спасибо, да, за наводку, я подумаю над этим. Я думаю, народу крайне интересно будет послушать этих людей, обычно они очень веселые. Есть ещё, конечно, вопрос. А вот этот шумомер, это не тот, который делали Механтьев? Жене Механтьев, привет ему, если вдруг здесь. Это мой любимый практически коллега, мы с ним делали несколько мероприятий, несколько Сайенс Лэмов, и один корпоративный Сайенс Лэм. А Женя, конечно, крут. Женя у нас тоже будет гостя. Да, зовите, я задам ему вопросы. Женя и ещё, как звали мальчика, который сделал нам физический шумомер? Алексей. Алексей, да. Грищенко. Да, да, да. Да, да. Ну, то есть одно время у нас слэм проводится с 14-го года, ему уже достаточно много лет. Он действительно узкий, для узкой аудитории, может быть, не все про него знают в Новосибирске, хотя формат, конечно, достойный. Ну, здесь и моя, конечно, есть часть моей вины. Вот. Но ребята, да, делали механический, физический, присутствующий на сцене шумомер, который прям здесь же менял уровень, не менялся уровень, в зависимости от децибел, который зал воспроизводил. Да. Это тот самый, который в виде градусника большого был. Да, да, был большой градусник, это был один из первых, если не самый первый слэм, если не самый первый, то второй может быть. Вот. Это было здесь же, вот, кстати, этажом выше, в Академгородке. Да, это прекрасные ребята и сам механизм. И, насколько я помню, он был запрограммирован на языке программирования, если можно так назвать, процессинг, о чём мы, возможно, когда-нибудь расскажем. На этом предлагаю заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо. Или трансляцию. Приходи к нам ещё. Зовите, я с удовольствием.